33 года назад в Барнауле вышел первый выпуск детско-юношеской газеты «Сами». Это был далекий 1991-й. За это время газета не просто сохранилась, она выросла. Редактор издания вот уже долгие годы неизменно Наталья Юмашева. Газета, которая, ну казалось бы, кто там обращает внимание на детско-юношескую газету, ну когда она, в общем, как-то изменяла мир вокруг себя, ну то есть выполняла ту функцию, которая должна выполнять журналистика, да, то есть вот слово, произнесенное на страницах газеты, меняло мир к лучшему. Было такое в нашей жизни. Неоднократно «Сами» становилась победителем всероссийских и международных конкурсов, в том числе профессиональных. В этом году издание в десятый раз вошло в Золотой фонд прессы России. Ежегодно в этих стенах занимаются порядка сотни ребятишек-журналистов. Их учат не только тексты писать. Мы учим детей и работе в социальных сетях, потому что сейчас это очень важно и очень значимо. И созданию мультимедийных каких-то форматов, мы много проектов реализуем мультимедийных. И даже киностудия у нас теперь появилась. То есть ребята у нас и монтируют видео, и записывают, монтируют звук. За все время существования редакция взрастила десятки опытных журналистов, которые работают не только в нашем регионе, но и по всей России. Печатники, радищики, телевизионщики – многие начинали свой путь именно здесь. Три года назад начал и Захар. Говорит, за это время изменилось многое. Я могу разговаривать с людьми, разговаривать с людьми, чтобы они на интервью со мной открылись как-то. О навыках, ну как, внимательность. Что-то можно заметить, что-то, что не видят некоторые другие люди. Что нужно подмечать как-то в тексте, можно потом это интересно обыграть. Ну а, конечно, главное – это заголовок хороший, чтобы он был, чтобы посмотрел человек такой, «Я хочу это прочитать». День открытых дверей для ребят – отличный повод побольше узнать о профессии. Записаться в корреспонденты можно будет уже в это воскресенье. Всех желающих будут ждать в стенах Барнаульского городского детско-юношеского центра 15 сентября в 14.00. Занятия проводят бесплатно. Мария Костолева, Алексей Фризин. День с толком.